Еще один сервис, который во всех списках мелькает, это сервис ВИСМИ. Я о нем говорила в связи с созданием инфографики. Сейчас я просто напомню, что он умеет не только инфографику делать, он умеет делать презентации в формате PDF. Нет, не в PDF, сейчас немножко поменялось. Презентации умеет делать. У него есть раздел с социальными сетями. Вот он. Там картинки для социальных сетей, для YouTube, например. Ну и разные другие визуализации тоже. В разделе МО их еще больше откроется. ВИСМИ долгое время позволял создавать очень интересные работы, но, к сожалению, сразу скажу, если вам нужно скачивать, то это не наш вариант, потому что здесь закрыта опция скачивания, а контент распространяется только по ссылке. Можно исхитриться из этой ссылки сделать код. Для встраивания, например, на сайт и в блог у меня получилось. Но вот, к сожалению, только ссылочка. Тоже сервис предельно сейчас монетизировался. В чем его ограничение? В том, что он дает только 100 мегабайт на хранение с проектов. Количество проектов не ограничено, но весить они должны в сумме не больше 100 мегабайт. Такая опция. Я просто слайды полистаю, я их сделала побольше, чтобы можно было посмотреть на этот сервис изнутри. Ссылочку сейчас скину и ссылочку кину на работу, чтобы можно было оценить. Здесь есть готовые шаблоны, вот так они выглядят. Есть шаблоны статичные, есть шаблоны анимированные. Плохо, что они здесь не систематизированы по категориям. Их много. И если что-то выбирать, то это придется потратить огромное количество времени. Вот статически анимированные две кнопочки. Есть поиск, но поиск очень неудачный. Находится не то, что нужно, скажем так. Поэтому в смысле поиска здесь не самый лучший вариант. Но зато здесь можно много что вставить внутрь этой работы. И есть возможность создавать очень быстро, буквально в режиме одной вкладки. Вкладка называется Basic. И здесь все в одном. То есть внутрь можно вставить и заголовки, и тексты, и разные фигуры, статистику с графиками и диаграммами, тексты, фотоколлажи и даже интерактивные кнопки. Здесь они будут тоже работать. Более подробные есть вкладочки. Уже над каждым элементом можно отдельно посмотреть. Чем хорош висме? Тем, что здесь огромное количество в библиотеке разных элементов. Если мы выбрали анимированный пост, то у него внизу будет вот такая лента времени, которая позволяет настраивать эту анимацию. Вот для анимации можно настроить время. Здесь анимация очень красивая, надо сказать. С точки зрения ничего не придерешься. Если вам не критично, если скачивать не надо, то это хороший вариант посылочки. Делиться всякими красивыми картиночками это можно. А вот библиотека. Здесь очень много бесплатных элементов, и они очень симпатично отрисованы. Здесь иконки, фигуры, 3D графика, и одушевленные, неодушевленные объекты. Там, конечно, тоже что-то бывает платное, но, в общем, его не так много. В разделе фотографий тоже много всего интересненького. И гифы, и фотографии, и макапы даже присутствуют. Дополнительно из возможностей можно добавить внутрь этого дизайна видео. Ну, то есть как бы на слайд и добавить еще картинку. Можно добавить несколько слайдов, тогда у нас получится целая презентация из нескольких картинок. Можно встраиваемый объект туда встроить внутрь. Ну, например, у вас есть какая-то игра, вы можете ее встроить внутрь вашего слайда. Хотя это уже получится даже не целая картинка, а уже целый какой-то медиа-объект. И можно озвучить это все. Для этого есть кнопка «Добавить аудио». Здесь есть библиотека музыки. Можно загрузить свою, и можно записать голос. И все это бесплатно. Ну, цветовую гамму, естественно, поменять. Поэтому, если анализировать ВИСМИ, то мне кажется, он больше подходит для презентации все-таки. Чтобы ими делиться. Может быть, для социальных сетей это не очень актуально, но мимо не прошла, потому что о нем много говорят. Я проанализировала, мне пришла к таким выводам. Настройки здесь тоже очень подробные. Я уже не буду рассказывать обо всем. Есть обучалка, там я все подробно изложила, все настройки описала, что и как работает. И тексты, и картинки очень хорошо настроены. Но кириллица поддерживается не всеми шрифтами, к сожалению. Есть анимация. А так-таки ее можно применять и к текстам, и к картинкам. Вот она здесь очень разнообразная. Не то, что в предыдущих сервисах, она здесь очень-очень разная. Причем можно ее даже настроить по длительности, сделать ее на вход и на выход элемента. Так что здесь создатели все очень хорошо прорисовали. Единственное, что здесь не работает, это гиперссылки. Гиперссылки сделали платными, а все остальное функционирует вполне себе. Ну и статичный вариант вот такой, а не статичный я вам отправила по ссылочке, чтобы вы посмотрели. Если вам нужно принципиально скачать, то скриншоты никто не отменял. Мы можем это заскриншотить, допустим. Открыть на весь экран, как я сделала, и вот картинка готова. Можно сделать так. Ну тогда вся красивость пропадает.